здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на канале буан бэби меня зовут бой фьюри и сегодня у нас с вами на обзоре коляска от компании карелла это карелла эпика второго поколения на самом деле в интернете вы найдете уже много обзоров на эту коляску и скажете ну что еще буан бэби может про нее рассказать а нам есть что рассказать потому что впереди зима и действительно мы получаем очень много запросов на бюджетные коляски в диапазоне от 20 до 30 тысяч и давайте вместе с вами сегодня изучим подходит ли эта коляска для зимы и для кого вообще она подходит а еще в процессе обзора я хочу чтобы вы убедились в том что выбор коляски это дело индивидуальное и нет ни одной универсальной коляски который идеально подойдет для каждой именно поэтому мы придумали свой рейтинг буан бэби где каждую коляску которая попадает к нам на тест мы оцениваем по 10 бальной системе и оцениваем и аж по 15 характеристикам всю эту информацию мы собираем в единой табличке для вашей наглядности и вам когда вы определите какие параметры важны именно для вас будет очень удобно выбрать идеальную коляску именно для себя ссылку на этот рейтинг мы конечно же останем внизу в описании так что переходите и пользуйтесь итак на улице у нас осень совсем скоро будет зима как видите я в перчатках в общем созданы все условия чтобы протестировать эту коляску и понять насколько она подойдет вам для зимы но давайте разбираться по порядку и начинаем мы традиционно с люльки и не просто с люльки с ее капюшона как вы видите у капюшона есть достаточно широкая секция чтобы закрыть вашего малыша от солнышка однако если этого недостаточно здесь есть еще одна зона на молнии я ее отстегиваю нажимаю на две кнопочки с внутренней стороны и опускаю капюшон смотрите как совсем закрыт ваш малыш но это еще не все смотрите здесь задней части есть еще одна молния которую я отстегиваю подгибаю вот эту часть а здесь есть еще и петелька таким образом я закрываю и представляем если допустим на улице солнышко жарко эту зону вы открыли люлечка проветривается а с другой стороны личка вашего малыша будет защищено от прямых солнечных лучей а если из коляски необходимо сделать кабриолет то также делается очень просто во первых этот козырек можно подогнуть а даже можно его и снять потому что крепится он на молнии и также можно сам капюшон опустить для этого нажали на кнопочку с одной стороны с другой стороны и делайте здесь есть несколько промежуточных положений или можно сразу зажать обе кнопки и опустить капюшон а вот бортик у этой коляски не очень высокий посмотрите здесь нет никаких отворотов но по бокам этот бортик у нас крепится на резиночках на пуговках а сама накидка на ножки смотрите вот эти клапаны у нас сделаны на липучках по периметру и подгибается прямо так по всему периметру так что можете не переживать никакая вода никакой ветер туда не попадет и также по периметру она еще и крепится на молнии соответственно я отстёгиваю частично откидываю накидку и не переживаю то что она упадет из пачки цели даже потеряется кстати если вы одни из тех родителей которые не любят заморачиваться с молниями то саму накидку можно крепить и просто на липучках просто родители бывают разные кто любит так или так и еще посмотрите вот эти вот канты которые по периметру, во-первых, накидки на люльку. Также они есть вот здесь вот по периметру. Это все светоотражающие полоски. Соответственно, в зимнее время достаточно рано темнеет. И даже если вы пойдете на прогулку, вы всегда будете заметны. А внутри у нас все сделано из натурального белоснежного хлопка. Внутренняя часть у нас еще имеет такую прострочку. И, конечно, в случае необходимости она у нас крепится на молнии. Ее всегда можно будет снять и постирать. Сам матрасик также у нас сделан. Внешний чехол из хлопка. Его можно будет снять и постирать. А сам матрасик у нас сделан из поролона. Сама люлька у нас бескаркасная. Форму она держит за счет вот этих распорок. И дно у нас сделано из арголита. Почему мы любим люльки на распорках? Во-первых, это удобно при транспортировке, а также при хранении, когда люлька вам уже не понадобится. Но каркасные люльки не бойтесь зимой, потому что она вполне утепленная. Во-первых, у нее внутренняя прослойка утепленная. Внешняя ткань также непродуваемая. Плюс есть еще воздушная прослойка между этими слоями. Кстати, сама внешняя обивка у нас имеет защиту от ультрафиолета и пропитку от промокания. А внутренний размеры люльки составляют длина 74 сантиметра, а в районе плечиков ширина составит 33, в районе ножек 29 сантиметров. Это вполне нормальный среднестатические размеры для люльки. Соответственно, если вы будете рожать осенью-зимой, ваш малыш сюда легко поместится, потому что он еще небольшой, даже в зимнем конверте. Однако, если вы рожаете, скажем, в начале лета, и когда ваш малыш достаточно уже подрастет к зиме, то, скорее всего, в зимнем комбинезоне он уже не поместится. И надо будет пересаживаться в прогулочный блок. А снимается эта люлька также очень просто. Для этого я ставлю пальчики по бокам и поднимаю люльку наверх. Кстати, на дне у люльки также имеются ножки, соответственно, вы всегда сможете поставить на землю и не переживать то, что она испачкается. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прежде чем рассказать свои ощущения, как эта коляска управляется, еще хочу вам рассказать несколько моментов. Первое, это комплектация. В комплекте с этой коляской будет сумка саквояж и дождевик. Дождевик здесь будет универсальный, он одинаково хорошо подойдет и для прогулки, и для люльки. А по поводу саквояжа, он еще имеет функцию, его можно будет расстегнуть и он становится перенальным матрасиком. Что касается расцветок, у рамы здесь возможны две расцветки. Черная, как у нас с вами на обзоре, а бывает еще золотая. И на момент съемки производитель предлагает три расцветки этой коляски. Вот такая серая, бежевая и черная. Кроме того, эта коляска бывает еще и в трех исполнениях. Первое, она бывает как прогулочная, также она бывает два в одном и три в одном. Единственное, по нашим данным комплектация три в одном с российского рынка уходит. Ну и как обещал, давай теперь расскажу, как эта коляска управляется. Именно поэтому мы делаем свои обзоры на улице, чтобы мы могли протестировать эту коляску по разным поверхностям. Мы ее катали и по плитке, и по траве, и по хорошей дороге, и по плохой. И что я могу сказать? Впечатление у меня двоякое. Во-первых, эта коляска на самом деле по проходимости все у нее хорошо. Кроме того, она действительно шикарно рулится. Но, есть большое но, что касается амортизации. Смотрите, пока ребенок маленький, вы катаете в люльке. Если у вас плохо с дорогами, то, боюсь, эта коляска не для вас. Вашего малыша будет достаточно сильно трясти. Однако, если вы живете в большом городе, где все хорошо с дорогами и снег чистят, я думаю, управляемость этой коляски вас точно порадует. Но, смотрите, когда ребенок подрастет и вы пересядете в прогулочный блок, то эта амортизация вам будет за глаза. Поэтому я считаю, что эта коляска, конечно, больше для хороших дорог. Но если вы ее рассматриваете только как прогулку, то она вас не подведет, все с ней будет хорошо. А если вы ее покупаете как два в одном или как три в одном, имейте в виду эту особенность. А далее давайте изучим раму. Начнем традиционно мы с ручки. Ручка у нас сделана телескопическая, регулируется в нескольких положениях. И сама ручка сделана из эко-кожи, причем имеет очень приятную и на вид, и на ощупь прострочку. Амортизация у этой коляски находится на задней оси, вот здесь вот сбоку. Она у нас закрытого типа, еще и адаптивная. Что это значит? Чем больше весит ваш ребенок, тем мягче она становится. Кроме того, на задней оси у нас еще находится педалька тормоза. Единственное, в верхней части для снятия с тормоза у нее нет. Все четыре колеса в случае необходимости можно будет снять. Кстати, сам материал колес, который здесь используется, это цельная резина. Цельная резина, конечно, не будет такой мягкой, как, допустим, надувные колеса или даже силиконовые. Однако у нее очень хорошее сцепление с дорогой. Она не будет так проскальзывать, как, допустим, пластиковые колеса. Но в то же время она будет очень износостойкая. Кроме того, на этих колесах еще используются подшипники. За счет этого коляска и очень хорошо едет, и срок эксплуатации будет намного больше. Передние колеса у нас поворотные. В случае необходимости их, конечно, можно будет заблокировать. Единственное, колеса при этом должны стоять в прямом положении. Вот эту фишку сдвигаю вверх, она попадает в паз, и колеса блокируются. Здесь достаточно большая сумка. Она у нас открытого типа, а вот доступ к ней достаточно интересный. Когда вы пользуетесь люлькой, к ней удобнее добираться с передней части. Однако, когда вы пересядете в прогулочный блок и будете его использовать по ходу движения, вот эта зона будет закрыта ножкой, подножкой. Вот, и вам будет удобнее добираться с обратной стороны. Кроме того, с этой стороны здесь еще есть и молния. Это сделано для того, чтобы вы могли, как бы не стояли блоки, какие-то мелкие вещи достать отсюда. И максимальная нагрузка на эту корзину 3 килограмма. А максимальная нагрузка на саму коляску составляет 22 килограмма. А вот как она складывается, я вам покажу, когда буду рассказывать про прогулочный блок. Потому что сложить ее можно, даже не снимая прогулку. У этой коляски очень удачный прогулочный блок. Но давайте обо всем по порядку. Первое. Я хотел бы вам показать накидку на ножки, которая также будет в комплекте. Как видите, она очень хорошо выполняет свою функцию. Во-первых, здесь есть вот этот клапан, которым вы сможете прикрыть вашего малыша. Кроме того, по бокам есть ушки, которые закроют вашего ребенка от поддувания. И по бокам тоже она очень хорошо закрывает. Кроме того, вот эти элементы, они сделаны тоже светоотражающими. Сама накидка по бокам крепится на две кнопки. И в нижней части она сделана чулочком. Сделано это для того, и видите, какой он глубокий. Сделано для того, чтобы в ножке вашего малыша ничего не поддувало. Как я уже сказал, это действительно удачный прогулочный блок. Но у него есть несколько особенностей, о которых я, конечно же, вам расскажу. Итак, если глубины капюшона для вас недостаточно, то здесь есть еще одна секция на молнии, которую я отстегиваю и опускаю. Как видите, он становится достаточно глубоким. Но, смотрите, когда я опускаю полностью в горизонтальное положение, то глубины уже не так уж много. Но хорошая новость в том, что когда у вас ребенок уже подрос, если он уснул во время прогулки, то не опускайте спинку полностью в горизонтальное положение. Здесь есть вот такое промежуточное. И в таком случае ваш малыш будет уже закрыт получше. А в верхней части капюшона у нас есть клапан. Крепится у нас вот с двух сторон на магнитике и прикрывает он зону для присмотра за вашим малышом. Причем, посмотрите, вроде бы эта зона находится сверху, но сделана с умом. Потому что здесь она силиконовая и плюс есть еще и сеточка, для рассеивания прямых солнечных лучей. А внутренние размеры прогулочного блока составляют длина 86 см, а ширина 30 см. Пусть эта ширина вас не пугает, потому что если мы возьмем даже 6-летнего ребенка и замерим среднестатистическую его ширину по плечикам, то они составляют 29 см. Соответственно, ваш малыш, конечно же, будет меньше и он легко сюда поместится. Однако, у этого прогулочного блока есть еще одна особенность. Как я сказал, длина 86 см. В принципе, это достаточно для прогулки. Однако, сам капюшон достаточно низко расположен. Поэтому, если у вас высокий ребенок или уже подросший, то, возможно, капюшон будет ему мешать по высоте. А с безопасностью у этой коляски все хорошо. Во-первых, здесь будут пятиточные ремни с плечевыми накладками. Кстати, верхние лямки можно использовать отдельно. Соответственно, я снимаю, пристегиваю малыша таким образом. Это оценит родители, у которых дети уже подросли и не любят пользоваться верхними лямками. Кроме того, у коляски есть еще и межпаховый ремешочек. Это сделано для того, чтобы ваш малыш не съезжал. Сам бампер у нас сделан из эко-кожи, приятный на ощупь. Его можно будет снять с одной стороны и откинуть вот таким образом, или снять со всем. Подножка у нас регулируется по высоте. Делается это двумя кнопками по бокам. Кроме того, здесь в нижней части она сделана из хлопка, а в этой части это эко-кожа. Соответственно, за ней будет легко ухаживать. Но это еще не все. Когда ваш ребенок подрастет, вы сможете подогнуть ее вниз, и тогда подросшие ножки можно будет поставить уже сюда. Ну и, конечно, прогулочный блок можно устанавливать не только по движению, но и против хода движения. Делается это очень просто. Я ставлю пальчики на кнопки по бокам, поднимаю вверх, перекидываю в обратную сторону и нажимаю до щелчка. Кстати, вес прогулочной коляски составляет около 10,5 килограммов. Но я вам обещал рассказать, как складывается эта коляска, не снимая прогулочный блок. Кстати, делается это вне зависимости, как установлена прогулка по ходу или против хода движения. Итак, я поднимаю прогулку наверх, беру здесь за ручку, поворачиваю ее в сторону и складываю. Как видите, очень легко и компактно. Продолжение следует... Ну что, друзья, у нас с вами на обзоре была коляска от компании Corella, Corella Epica 2 в 1. Мы считаем, что это отлично универсальная коляска. Если вы рассматриваете для себя коляску в бюджете около 25 тысяч рублей, а именно столько она стоит на момент съемки, то мы всячески ее рекомендуем. Давайте вспомним, почему она нам так понравилась. Во-первых, она очень надежная, потому что мы продаем очень много брендов и знаем, что именно эта коляска сделана на заводе, где делаются даже более именитые коляски, очень надежные. И стоят они обычно в 2, а то и в 2,5 раза дороже. Поэтому с качеством здесь точно все хорошо. Что касается управляемости, она действительно очень сбалансированная и очень хорошо едет. Причем она будет отлично рулиться и с люлькой, и с прогулкой, и как бы вы прогулку не установили и по ходу и против хода движения. Кроме того, она еще и весит около 12 килограммов, это очень немного, а с прогулкой даже чуть больше 10 килограммов. И складывается очень компактно. Таким образом, купив эту коляску, вам даже не потребуется покупать вторую, более легкую прогулку. Кроме того, эта коляска еще и отлично подойдет не только для миниатюрной мамы, но и для высокого папы, потому что здесь телескопическая ручка, а задняя ось убрана под коляску. Таким образом, вам не обо что будет спотыкаться. Но при всем при этом, конечно, эта коляска не идеальная. Идеальной коляски пока еще не придумали. Поэтому давайте я вам расскажу, что нужно учесть перед покупкой этой коляски. Первое, о чем вы должны знать, это, конечно, о жесткой амортизации. Пока ваш малыш маленький, если вы будете этой коляской пользоваться по бездорожью, вашего малыша будет достаточно трясти. Но если вы живете в городе с хорошими дорогами, то эта коляска точно вам подойдет. И также не переживайте за ее проходимость. Здесь достаточно большие колеса, и по большим бездорожьям вы точно не проедете, особенно, когда будете пользоваться ей как прогулкой. Еще один момент касается капюшона. Как вы видели, когда мы полностью опускали спинку в горизонтальное положение, то глубины капюшона не хватало. И еще один момент. Сам капюшон находится практически на границе, где заканчивается спинка. Таким образом, если ваш малыш высокий, то высоты именно спинки из-за капюшона может не хватать. Во всем остальном, я считаю, что эта коляска действительно достаточно универсальная. Она вас порадует и по хорошим, и по плохим дорогам. И вы сможете ей пользоваться и в летний, и в зимний период. А если у вас еще остались сомнения, или вы сравниваете эту коляску с какой-то другой, то приглашаем вас посмотреть наш рейтинг, где каждую коляску, которая попадает к нам на тест, мы оцениваем по 10-бальной системе аж в 15 характеристиках. И всю эту информацию сводим в одну единую табличку, где вам будет очень легко выбрать идеальную коляску для себя. Как мы с вами убедились, коляску действительно нужно подбирать индивидуально под те характеристики, которые важны именно для вас. Надеемся, этот ролик вам понравился, поэтому обязательно оцените его лайком. Кроме того, если вы выбираете коляску, то обязательно на нас подпишитесь и поставьте колокольчик, так вы не пропустите наше следующее видео. И еще одна просьба. Пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете об этой коляске, особенно если вы ей уже пользуетесь. А также напишите, на какую коляску нам сделать следующий обзор. А вам желаем легких родов, здоровых малышей и до встречи в магазине Boan Baby! Субтитры создавал DimaTorzok